Легенда о морском параде Праздничный ордер Балтфлота Боевые корабли, выдранные до грозного сияния Вставали меж набережных на бочки Расцвечивались гирляндами флагов И нарядные ленинградцы ходили любоваться этим зрелищем Возглавлял морской парад по традиции крейсер Киров Как любимец города и флагман флота Флагманом он стал после того, как немцы утопили линкор «Марат» Бывшие двенадцать апостолов Он вставал на почетном месте перед Дворцовым мостом У Адмиралтейства И всем его было хорошо видно Так вот, как-то вскоре после войны В сорок седьмом году, собираясь уже на парад Крейсер Киров напоролся в Финском заливе На невытраленную мину Мин этих мы там в войну напихали, как клёцок И плавали они еще долго, так что ничего удивительного Получил он здоровенную дыру в скуле И его кое-как отволокли в Кронштадт, в док Сигнальщиков, начальство и всю вахту жестоко вздрючили А особисты забегали и стали шить дело Чья это диверсия? Оставить Ленинград на революционный праздник без любимца флота? Флотское командование уже ощупывало Наместили погоны и головы Сталин недоверчиво относился к случайностям и недолюбливал их Пахло крупными оргвыводами И последовало естественное решение У Кирова на Балтике был Систершип Однотипный крейсер Свердлов Так пусть Свердлов и участвует в параде для разнообразия Политически тоже выдержано Имена равного калибра Какая, собственно, разница? Как будто так и было задумано А Свердлов в это время спокойно стоял Под Кенигсбергом Уже переименованным в Калининград В ремонте Машины разобраны, хозяйство раскурочено Ободрана половина морячков в береговых мастерских Ковыряются себе потихоньку По субботам в увольнение на танцы ходят И не ждут от жизни ничего худого И тут командир получает шифровку Срочно сниматься и полным ходом идти в Ленинград С тем, чтобы в ночь накануне праздника войти в Неву И занять место во главе парадного ордера Исполнять Командир в панике радирует в Кронштадт Что? Как? Почему? А где же Киров? Вы там партийных деятелей не перепутали? Ответ Нет, не твое дело, приказ понятен? Так я же в ремонте Ремонт прервать После парада вернешься и доремонтируешься Да крейсер же к черту разобран на части Сколько надо времени, чтобы быстро собраться и выйти? Минимум две недели В общем так Не выполнение приказа? Погоны жмут, жизнь наскучила А-а-а Ждем тебя, голубчик И начинается дикий хапарай в темпе чечетки Срочно заводят на место механизмы главных машин Приклепывают снятые листы обшивки Командир принимает решение Начинать движение самым малым на одной вспомогательной Ее сейчас кончат приводить в порядок А уже на ходу 24 часа в сутки силами команды Спешно доделывать все остальное Всем БЧ через полчаса представить графики завершения работ БЧ воют в 700 глоток И вой этот вызывает в гавани дрожь и мысль о матросском бунте Именно том самом, бессмысленном и беспощадном Успеть никак невозможно Командир уведомляет командира в БЧ Об ответственности за бунт на борту И через час получает графики Согласно тем графикам Лап у матроса 6 И растут они вместо брюха Потому что жрать до Ленинграда будет некогда и нечего Коки и вся камбузная команда Тоже будут круглые сутки завершать последствия ремонта Отлично Не жрешь, быстрее крутиться будешь И тут вспоминают А красить-то? Красить когда? Ведь ободрано все до металла Командир Старпому Сука! Помполит Боцману Вредим понемногу Боцман, в господа бога морскую мать Через час отходим Боцман Есть! За 5 минут до отхода командир Голос сорвал, вопя по телефонам Является Старпом Доклад Задача выполнена Командир Гигант! Как? Помполит Ну, то-то же Старпом На борт Старпом говорит Может быть, взглянете? Чего глядеть-то? А снаружи раздается какой-то странный шум Командир Смотрит в лицо Старпому И выходит на крыло мостика Вся команда Вся команда, побросав дела Сбилась вдоль борта Свистит, прыгает и машет руками А на стенке Колеблется Строй Малярш И делает матросиком Глазки Папироса из командирского рта Падает на палубу Плавно кувыркаясь и рассыпая искры А сам он покачивается и хватается за поручни Это что? Старпом каменеет лицом И гаркает Боцману Это что? Боцман рыкает струю Смирно! И, бросив руку, к виску рапортует Сводная бригада маляров В составе двухсот человек К ремонту походу готова! Малярши смыкают бедра Выпячивают груди Округляют глазки И подтверждают русалочьим хором Ой, готово! Матросики по борту Мечут пену в экстазе И жестами всячески дают понять Что они приветствуют малярную готовность И со своей стороны Так же безмерно готовы Командир говорит Ну! И закуривает Папиросу не тем концом Ну! Говорит Да! Помполит говорит Морально-политическое состояние экипажа А у самого зрачки по блюдцу И плещется в тех блюдцах То, о чем вслух не говорят А старпом почему-то изгибается буквой ЗЮ И распрямляться не хочет И краснеет А рация в рубке верещит Доложить готовность к отходу Готовность что надо! Мрачно говорит командир Сжевывая папиросный табак А боцман снизу Старорежимным оборотом Прикажете грузить? Командир машет рукой Как Пугачев виселицы И обреченно Принять на борт Построить на полубаке Конструктажу И малярши Радостной толпой Валят по трапу А морячки беснуются И в воздух чепчики бросают И загнать их по местам Нет никакой возможности Команде по местам стоять Вопит командир Отдать носовой Потому что никакого времени Что бы то ни было Изменить уже не остается В качестве альтернативы Исключительно трибунал А перед такой альтернативой Человеку свойственно нервничать И раздолбанный крейсер Тихо-тихо отваливает от стенки А малярши выстраиваются на полубаке В четыре шеренги Теснясь выпуклостями И со смешочками По порядку номеров Рассчитайся Рассчитываются Причем счет никак не сходится И с четвертого раза Их оказывается сто семьдесят две Хотя в первый раз Получалось сто девяносто три Боцман таращится преданно И предъявляет доказательства Список личного состава На двести персон Персоны резвятся И становится их на глазах все меньше И это удивительное явление Не поддается никакому научному истолкованию Болельщики боцману счастливо Да кто ж по головам-то Веса мне-то Надо было принимать Без упаковки Командир вышагивает Инструктирует кратко Крейсер первого ранга Дисциплина Правительственный приказ Замедляет шаг Как звать? Не ты, вот ты Назначаешься старший Вестовой Припроводить в салон Боцман Разбить по командам Назначить ответственных Раздать краску и инструмент Поставить задачи Через полчаса доложить исполнение Проверю Лично Приступать И поднимается на мостик И под приветственный свист Со всех кораблей Они медленно ползут К выходу из гавни Командир переминается Смотрит на створы На карту На часы И старпому говорит Ну что же говорит Петр Николаевич Вы капитан второго ранга Опыт большой Пора уже самостоятельно На корабль отестовываться Так что давайте Командуйте выход в море На румбе там Восемьдесят шесть Да вы и сами все знаете Ходили А я пока спущусь вниз Посмотрю лично Что там у нас делается А то сами понимаете И Манкируя таким образом Святой и неотъемлемой Обязанностью Командиру На входе и выходе Из порта Присутствовать на мостике Лично Он спускается Внизы И больше командира Никто Нигде Не видит А старпом Смотрит мечтательно В морское пространство Принимает опять Позу буквой Зю Шепчет что-то Беззвучно И звонит Второму штурману Поднимитесь-ка Говорит На мостик Ну что Говорит он ему Товарищ капитан Третьего ранга Я ухожу скоро На командование Корабль получаю Вот после перехода Сразу аттестуюсь А вам Расти тоже пора Засиделись Во-вторых А ведь вы как штурман Не слабее меня И командирский навык Есть Не отнекивайтесь Грамотный судоводитель Перспективный офицер Дело у нас сейчас Как вы знаете Не в проворот И все у старпома На горбу висит Так что Примите мое доверие Давайте Из гавани мы уже почти вышли Курс проложен Покомандуйте пару часиков Пока я по хозяйству Побегаю Разгону всем дам И хвоста накручу Тем более Напоминает со значением Ситуация на борту Можно сказать Нештатная Тут глаз Да глаз Нужен И с видом Сверх меры Озабоченного Работяги Страдальца Старпом Покидает мостик И больше его тоже Никто нигде Никогда не видит И вот На третьи сутки Командир Звонит Из своей каюты На мостик Как там дела Где местонахождение Что на траверзе Скоро ли подходим И с мостика Ему никто не отвечает Он немного удивляется Дует в телефон И звонит В штурманскую рубку И там ему тоже Никто не отвечает Звонит Старпому Молчание Он в машину звонит Корабль-то на ходу В иллюминатор видно А вот вам Из машины Тоже никаких признаков жизни Командир Синеет Звереет И звонит Вестового И нет же ему Вестового А из Олькова Командирского Из койки С сонной нежностью Спрашивают Что ты переживаешь Котик Что-нибудь Случилось Котик Издает Свои выдающиеся Достоинства Старшей Полупрозрачная фигура Где штурман Старший А рулевой Вытирает слезы И слабо Лепечет Товарищ капитан Первого ранга Третьи сутки Без смены Не ел Пить Гальюн ведь Заснуть боялся И тут же На палубе Врубается Засыпает Командир ему Твердой рукой В ухо Стоять Держать курс Трибунал Расстрел Еще пятнадцать минут Отпуск В отпуск Поедешь И прыгает К телефону При слове отпуск Матрос оживает И встает К штурбалу Командир беседует С телефоном Телефон Разговаривать С ним не хочет Молчит телефон Он несется К старпому И дубасит В дверь Ничего ему Дверь на это Не отвечает Не открывается Несется В машину Задрайна машина На все задрайки И не подает Никаких признаков Жизни Кубрики задрайны Башни И снарядные Погреба Задрайны Задрайна Кают компания И даже Радиорубка Тоже задрайна И задрайна Дверь Этой сволочи Помполита И малым ходом Движется По тихой Штилевой Балтике Эдакий летучий Голландец Свердлов Без единого Человека Где бы то ни было И только С мостика Душераздирающе Стонет Рулевой Подвешенный На волоске Между отпуском И трибуналом Истащив Все силы За двое суток Исполнения Долга В то время Как прочие Истащили их За тот же период Исполняя Удовольствие Стал делить Количество Патронов В обойме На численность Экипажа И получил Бесконечно малую Дробь Не соответствующую Решением Задачи Он прет В боевую рубку И врубает Ревун боевой Тревоги И объявляет По громкой Трансляции Всем стоять По боевому Расписанию Достал их Последний час И таким Левитановским Голосом Он это Объявляет Что матросик На руле Окончательно Падает В обморок Крейсер Тихо Скатывается В циркуляцию Команда Очевидно В свой Последний час Спешит Пожить Не показывается И только Вдруг оживает Связь Машина Докладывает Слабым Таким Загробным Голосом Докладывает Товарищ Командир Третьи Сутки На вахте Один Сил Нет Прошу Помощи Кто В машине Где Стармех Где Вахтенный Механик Матрос Моторист Иванов Все Кто Где Мне Приказали Обещали Сменить Значит Если Я То И мне Что Случилось У нас Пожар Во втором Снарядном Погребе Орет Командир По трансляции И Врубает Пожарную Тревогу Давай Орлы Сейчас На воздух Взлетим Пробойно В котельном Отделении Водяная Тревога Тонем Женахрен Взывает Неуставным Образом И Тогда Повсюду Начинают Лязгать Задрайки И хлопать Люки И двери И раздается Истошный Женский Виск И на палубу Прут изо всех Щелей И дыр Полуодетые Четверть Одетые И вовсе Не одетые Малярши И начинают Бегать И визжать А через них Валят На пролом Застегиваясь На ходу Бодрые Матросы Расхватывают Багры И огнетушители Раскатывают Шланги И брезенты Старпома На мостик Орет Командир Командиров Бече На мостик И когда Они застегнутые Не на те Пуговицы И с развязанными Шнурками Вскарабкиваются Пред его очи Дрожа и потея Как от сознания Преступной Своей греховности Так и от Оной греховности Последствий Плавучий Бордель Зловещий Цедит Командир А-а-а-а Из крейсера Первого ранга Бардак Что, товарищи офицеры Моральный Облик Несовместимый Из кадров К трепанной матери Без пенсии Под трибунал Саяйца Волчьим оскалом Щук Штурман Так точно Хором Рубят штурмана Местонахождение Что на румбе И дает отбой Тревогам Баб Всех В носовой Кубрик На задрайку Часового Найду где Своей рукой За борт Расстреляю Выясняется Что тем временем На траверсе Рядом Рига Командир Приказывает Менять курс На нее И шлепать В Ригу И через пару часов Страшный Как после атомной войны Свердлов Своим малым Инвалидским Ходом Вваливается В порт И просит Приготовиться К приему Двухсот Ремонтных Рабочих Командир Связывается С военным Комендантом Убеждает Обеспечить Уже Их доставку Домой В Хёнигсберг Да нет Дисциплинированные Выполняли Срочное Задание Выполнивших Срочное Задание Малярш Снова Выстраивают На полубаке Но уже Под бдительной Охраной И командир Принимается Лично Пересчитывать Их По взлохмаченным Головам Может Если бы он Их По другим Местам Считал То и результат Получился бы Другой А так У него Получилось Девяносто Семь Или Через пять Минут Я сосчитаю Зеленый Своими Арифметическими Успехами Командир Старпому Или Через пять Минут На крейсере Открывается Вакансия Старшего Помощника Тебя В школе Устному Счету Не учили Так Получишь Прокурора В репетиторы И Бедных Малярш Размягченных И осоловевших От военно-морского Гостеприимства Извлекают Из таких Мест Корабля По сравнению С которыми Шляпа Фокусника Удобное И просторное Жилище Из шкафчиков Закутков Рондуков Шлюпочных Тентов Вентиляционных Шахт Топливных Цистерн И водяных Емкостей И через полчаса Икс сто пятьдесят шесть Старпом Плачет И клянется Верностью Присяге Боцман Осведомляется Командир Ты на Колыме Боржой Не заведовал А тестую И боцман С крыжища Зубами Буквально Шкряпкой Продирает Все закоулки Корабля И малярш Набирается Сто девяносто три Ладно Хрен с ним Примирительно Останавливает Командир Тем более Что из недостающих Семи Одна Самая качественная Спит у него В каюте Время не позволяет Дольше Сгружай Нафиг Далее Следует Многоточие И восклицательный Знак Свердлов Швартуется К стенке Спускает Трап И опечаленные Малярши Ссыпаются На берег Рассылая Воздушные Поцелуи И выкрикивая Имена И адреса Вслед за чем Крейсер Незамедлительно Отваливает Продолжать Свой Многотрудный Поход Объем Незавершенных Работ И оставшееся Время Друг другу Соответствует Как комбайн Полевой Незабудки Командир Принимает Решение Сосредоточить Все усилия На категорически Необходимом Первое Кончить Сборку Главной Машины В Неву То С ее Фарватером И течением На вспомогаче Не очень Зайдешь И второе Полностью Произвести Наружную Окраску Без чего Ужасный Внешний Вид Любимца Флота Может быть Не одобрен Командованием И вот Шлепает Крейсер Самым Малым А на Мачтах Трубах За бортом Болтаются В люльках Матросики Испешно Шаровой Краской Накатывают Красоту На родной Корабль Весело Работают Перемигиваются И кисти Роняют И кое-как Командир На грани Инфаркта Они действительно Подобрез Успевают И на исходе Предпраздничной Ночи Проходят Кронштадт Входят На рассвете В Неву И обнаруживается Что буксиров До их встречи И проводки Конечно нет Как обычно На флоте Одной службе Не полагается Знать планы Другой И коли доподлинно Известно Что Киров Подорвался И в параде Не участвует То с чего бы Портовой службе Слать ему буксиры О геройском подвиге Свердлова Ее не информировали И Свердлов Самостоятельно Вползает В Неву Проходит Мост Лейтенанта Шмидта А это Совсем Не так просто Тяжелому Крейсеру В реке Со своим ходом Протискиваться К стоянке И вставать На бочке Течение сильное Фарватер узкий Места мало Осадка приличная Того и гляди Сядешь на мель Подразвернет Тебя поперек Течения И Сушите весла И сухари Товарищ командир И командир В мокром Насквозь кителе Отравленный Бессонницей Никотином Бесчисленных папирос Заводит Таки крейсер На место А сверху Сигнальщик Торжественно поет Что у ступени Адмиралтейства Стоит Судя по вымпелу Катер командующего Флотом И сам командующий Горя наградами И голунами Парадной Адмиральской формы Наблюдает Эволюции Своего дубль Флагмана Свердлов Замирает Точно В предназначенной Ему позиции Напротив Адмиралтейства И начинает Постановку На бочке И тут До всех доходит Что бочек Никаких нет По той же причине Раз нет Кирова Значит не нужны Ему здесь и бочки А насчет приказа Свердлову На срочный переход Ни портовой службы Это собачье дело Им об этом знать Раньше времени Вроде и по штату Не полагается Короче Не к чему Швартоваться Командир Поминает Что покойница Мама Еще в детстве Не велела ему Приближаться К воде И естественно Приказывает Отдавать носовые Якоря А это маневр Непростой Надо зайти Выше по течению До самого Дворцового моста Стравить якоря И тихо Сползать вниз По течению Пока якоря Возьмутся За грунт И чтоб точно Угадать место Где они уже Будут держать А из-под Командирской Фуражки Валит пар А адмиральский Катер Тем временем Не дожидаясь Окончания Всех этих Пертурбаций Срывается Пулей С места Красивой Пенной дугой Подлетает И притирается К борту Ухарь Баковый Придерживает Багром Вахтенный Горланет Адмиральский Трап Подать И адмиральский Трап С четкостью Опускается До палубы Катера И адмирал Со свитой Восходит На крейсер Подполагающийся Ему по должности Пять свистков Канны Рапорт Дежурного Офицера Адмирал Следует На мостик Который Командир До окончания Постановки На якорь Покидать Не должен С удовольствием Наблюдает За последними Распоряжениями Оценивает Распаренный Вид командира Благосклонно Принимает Рапорт И жмет Руку Молодец Службу Знаешь Ну что Успел То-то Благодарю Командир Тянется И цветет И открывает Бывает Служу Советскому Союзу Сообщает Наконец Командир Пришлось Попотеть Поощрительно Улыбается Адмирал И в ответ Залп Убийственной Брани Адмирал Злобно Смотрит На командира Командир Четвертует Взглядом Старпома Старпом Издает Змеиный Шип На Помполита У Помполита Выражение Как у Палача До угодившего Вдруг На собственную Казнь Матюги Сотрясают Воздух Вновь Ну уже Тише А над рассветной Невой Над водной Гладью Межгранитных Набережных И стен Пустого Города Разносится Непотребный Звук С замечательной Отчетливостью И эх Поигрывает Как на вокзале Адмирал Вертит Головой И все Вертят Не понимая И желая Выяснить Откуда же Исходит Это кощунственное Безобразие И обращают Внимание Что вниз По течению Медленно Сплывает Какое-то Большое Белое Пятно А в середине Этого пятна Иногда Появляется Маленькая Черная Точка И устанавливают Такую Закономерность Что именно Тогда Когда эта Точка Появляется Возникает Очередной Букет Дикого Мата Сигнальщик Срывается С последней Гайки В истерике Командир Вахтенный Шлюпку Катер Определить Утопить Шлюпают Катер В него Прыгает Команда Мчатся Туда А с мостика Разглядывают В бинокли И обмениваются Замечаниями Пари Держат Катер Влетает В это пятно Оказывающееся Белой Масляной Краской Из краски Выныривает Голова Разевает Пасти Бешено Батерица Булькает И скрывается Обратно При следующем Появлении Голову Хватают И тянут И определяют Что голова Принадлежит Матросу С крейсера Причем Вытягивается Из воды Матрос С большим Трудом Потому что К ноге У него Намертво Привязано Ведро Вот это Ведро Естественно Тащило его Течением На дно А когда Ему удавалось На две секунды Вынырнуть Он и вопил Требуя спасения В самых Кратких Энергических Выражениях Оказалось Что матрос Сидел За бортом Верхом На лапе Якоря И срочно Докрашивал Ее острие В белый цвет И когда Якорь Отдали Пошел И он Забыли Матроса Предупредить Не до того Красть То его Послал Один Начальник А командовал Отдачей Якоря Совсем Другой Ведро Жи ему Надежным Узлом Привязал За ногу Боцман Чтоб Сволочь Не утопил Казенное Имущество Ни при Каких Обстоятельствах Командир Предадмиральским Ледяным Презрением Из-за Такой Ерунды Обгадилась Самая Концовка Блестящая Такой Многотрудной Операции Хрипом И рыком Вздергивает На мостик Боцмана А тебе Отмеряет Твой Матрос Десять Суток Гаупт Вахты Несчастный Боцман Тянется По стойке Смирно И не может Удержаться От непроизвольного Этого Извечного Вопля За что Товарищ Командир На что Следует Ядовитый Ответ А за Несоблюдение Техники Что согласно Правилам Техники Безопасности При работе За бортом Матрос Должен Был быть К лапе Якоря Принайтовлен Надежно Шкиртиком